Сегодня мы начинаем первую главу, вторую, первую недельную главу, можно так сказать, новый сезон, да, новый цикл, и каждый год я, когда читаю Священное Писание о Тару, то, конечно же, мне открываются новые грани, все по-новому, все по-новому. И вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездну, и Дух Божий носился над водою. И здесь я вижу проявление радости Бога, Дух Божий носится над водой. То есть вот эта радость, радость творения всего нового, первоначальное, все-все-все-все новое, абсолютно, создание мира. И Руах, Руах Акадош, Дух Святой, Дух Божий, Святой Дух, Руах Акадош, мы знаем. Руах переводится так же, как и ветер. То есть он в ветре носился над водой. И интересно, что в Брит Хадоша есть похожее место, когда по обещанию нашего Машиаха проявился Дух Утешитель тем людям, которые ожидали, послушно ожидали обещанного. И мы помним тоже очень хорошо нам знакомое место Писания, что Дух Святой, он сначала начал проявляться в ветре. То есть все услышали звук сильного несущегося ветра. И потом начало происходить вот это погружение в Святой Дух, в Руах Акадош. Я помню, и тоже была очень сильная радость у тех людей, которые были крещены в Святом Духе. Были сверхъестественные вещи, начали происходить. Я помню, когда я был погружен в Святой Дух, и мне нужно было потрудиться, много молиться. У каждого это по-разному происходит. Мне нужно было прилагать, проходить определенный духовный барьер. Ну, вот так было у меня. У каждого это индивидуально происходит. У каждого своя история. И когда это произошло, когда я получил крещение, то есть погружение в Святой Дух, то у меня, я помню, какая у меня была сильная радость. Просто, ну, очень сильный, вот такой чистый восторг. Радости было действительно очень много. Я очень хорошо помню это время, этот момент. Он мне очень хорошо отпечатался в сознании. И вспоминая это, конечно же, я радуюсь, даже когда в какие-то сложные, трудные времена, вспоминая этот момент, мне становится лучше, веселее. И Бог создает определенную среду, создает небо, землю, создает животных, создает определенную среду обитания. И у Бога есть своя цель. И для кого, для кого Бог это все делает? Для нас, для человека. И сегодня праздничный день. Я сначала планировал более сложный комментарий, но времени у меня немного, и я понял, что пусть будет более, скажем так, эмоционально все. Может быть, не так глубоко, но более эмоционально и более радостно. И я хочу прокомментировать первые две главы. Это сотворение человека. Далее уже идут не такие радостные события, я немножко их коснусь. Но сегодня праздничный день. И мы радуемся все только что. Я видел, как радовались, наблюдал. Замечательно. Я верю, что Господь с нами. С нами. И Он тоже с нами радовался, видя нас, как мы радуемся Его письму, которое Он нам написал. И мы знаем, что на шестой день творения Бог сказал, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей. Бог делегирует власть. Бог дает власть над всей землей человеку. Власть, ответственность. И Бог создал человека по своему образу. То есть в каждом из нас, в каждом из нас, каким бы ни был человек, есть его образ. И мы несем в этом каждую свою ответственность. И хорошо это понимают, понимают те люди, которые примиренные с Богом, которые последовали за Ним, люди, которые не понимают или не хотят понимать. Ну, у них этого откровения нет. И они придумывают различные теории, вы знаете, да, много разных фантазий. Ну, мы верим в то, что этот мир сотворен Богом. И мы сотворены лично Богом. И человеку Бог создал человека так, чтобы он был зависимым от окружающей среды. Вот Бог дал всякую траву, сеющую семя, в пищу человеку, какая есть на всей земле. И всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, это будет вам в пищу. Да, и Бог дал нам удовольствие, когда мы кушаем, да, это Бог нам дал. Да, мы когда кушаем вкусную еду, мы испытываем удовольствие. Ну, нужно держать себя в руках, не переедать, да, то есть, чтобы не потерять те формы, в которые Бог нас поместил, создал. И увидел Бог все, что Он создал, вот хорошо весьма, вот хорошо, да, как я сделал замечательно все, всю эту среду. И уже во второй главе уже более подробно описание создания человека. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдумал в лицо Его дыхание жизни, и стал человек душою живою. В каждом из нас дыхание Бога, каждый дышащий человек имеет частицу Бога в себе. Все дышащее дославит Бога. И если человек перестает дышать, то тогда он погибает, тогда он умирает, его тело умирает. Душа остается, отделяется, но тело его погибает. И если у человека, ну, скажем так, несвоевременно он перестает дышать, мы ему что делаем? Искусственное дыхание, да, мы запускаем этот механизм жизни, да, помогаем ему начать опять дышать. И после этого Бог приводит человека, насадил Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. То есть Бог создает человека и поселяет его в Эдеме, в Эдемском саду, очень благоприятном для жизни место. И Бог дал человеку, уже сразу же дает ему и ответственность, да, дает первая заповедь. Помните, какая? Плодитесь и размножайтесь. Первая заповедь, которую Бог дал людям. И далее Бог заповедал Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, такого, как он. Ну, сначала был небольшой экзамен. Бог привел всех зверей, птиц. И человек дал каждому животному, птице, дал название. То есть человек ознакомился со всеми животными, которые Бог сотворил. И после этого Бог наводит, мы помним, крепкий сон на Адама. И берет у него часть, его часть, в этом переводе говорится, ребро. И создает ему жену, жену помощника, как он запланировал. И у многих такое мнение, что это был более совершенный вариант создания женщины. Я согласен, я согласен, да? И это очень красиво, это первая история любви. Да, первая история любви. Все было чисто, все было возвышенно, торжественно. И интересно, что тут заметил такой момент, что Бог создает ему жену и привел ее к человеку. То есть я так себе представляю себе такую картину. Адам просыпается и видит, к нему кто-то идет. Смотрит и так похоже на меня, да, но не совсем, не совсем похоже. Да, есть отличия. И вот она к нему подходит, он на нее смотрит. Какая она красивая. Какая она красивая. И Бог говорит, прилепись к ней. Будь с ней всегда, будь с ней рядом. Находись, будьте всегда вместе. Адам, и будет тебе счастье, если ты будешь со своей женой всегда вместе. И потому оставит человек отца своего и мать свою, прилепится к жене своей. И будет два, одна плоть. И когда он ее видел, он сказал, вот эта кость от кости моей и плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа своего. Вы знаете, вот я когда, опять же, я по-новому все увидел, у каждого своя история любви. И я помню, как я впервые увидел свою жену, когда, какое я испытал ощущение. Ну, может быть, что-то похожее на то, что испытывал Адам. Да? Я вдруг ощутил, мы еще ни о чем не говорили. Я ощутил родство. Просто что-то такое ощутил, что... Ну, на уровне чувств. А потом постепенно начали развиваться отношения, и мы потом стали супругами, слава Богу. И далее, далее уже говорится о змее, который оболестил людей, обманул. И то, что мы сейчас рассматривали, это был идеальный мир. В нем не было обмана, лжи, никто никого не предавал. Вот просто, вот представьте себе, идеальный мир. Да? В который создал Бог. В котором живет человек, не зная никаких бед, ни войн, ни обмана, ни предательства. Никто никем не манипулирует. Никаких проверочек никому не устраивает. Все идеально. Ну, это тут этот змей приходит. И все меняется. Все меняется в худшую сторону. Когда люди вкусили тот плод, который Бог запретил, все очень сильно поменялось. Сразу люди начали перекладывать свою вину друг на друга, обманывать. То есть, первые же люди, появилось убийство. И так далее, и так далее. Появились войны, ненависть, обман, предательство. И далее мы смотрим. Еще, кстати, эту книгу называют «Берешит Сефер Ахенух». Книга праведных. Такое есть название. И очень много хороших примеров для нас. И далее даже такие большие праведники, как Авраам. То есть, у него в семье были определенные проблемы. Это результат грехопадения. Иаков, мы помним. То есть, у него тоже с женой, с женами было много сложностей. То есть, много обмана. Ну, он тоже хорош был. Но это праведный человек, который нам, в пример, на его ошибках мы учимся. Умный учится на чужих ошибках. И Священное Писание помогает нам избежать ненужных для нас ошибок, ненужных для нас действий. И завершая эту главу, я хочу напомнить, что однажды придет время, когда все будет восстановлено. Когда вот этот идеальный мир, он будет полностью восстановлен после того, как во второй раз придет наш Машех, Ишуа. И мы его ждем. И его ожидает все творение. И вся тварь, мы помним послание к римлянам, стинает и ожидает, да? Стинает, значит, наверное, мучается как-то, да? То есть, некомфортно как-то себя ощущает. Стинает и ожидает. Когда наступит это время, когда вернется наш Машех и все восстановит. Восстановит наши тела. Восстановит. Они будут такие, как у Адама. Совершенные. Ни болезней не будет. То есть, ну, вы знаете, это место Писания, хорошо, да? Бог однажды все восстановит. И мы этого ожидаем. И есть такая краткая, хорошая молитва. Барух Абаба Шем Адонай. Благословен Господь, грядущий во имя Господне. И у нас такая традиция, что мы заканчиваем комментарий, той же молитвой, которую начинаем. Пожалуйста, давайте встанем все. Почтение перед Божьим Словом. Барух Ата Адонай, Алагейну, Мелых Аулам Ашар Баграбану, Миколь Аамим Венатан Лану, Айтарото. Барух Ата Адонай, Нотейну Айтарото. Благословен Ты Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Тару Свою. Благословен Ты Господь, дающий Тару. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok